ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как думаешь, если подачу ГОКУ сделают, то в 16 прыгают? Уже нету таких квестов, чтобы кто-то в новичках подачу сделал, чувак. Электромады, никто подачу не знает. Что? Скажи, как тебе вообще то, что ты успел увидеть? Ну да, у меня все ждут, пока я поневел. Я хочу быстрее за, быстрее посмотреть, чтобы не хватать. Олег, Олег. Ну, короче, ты ничего не успел понять особо, да? Я не облаканусь, я прям рад тому, что мне позвали судить. Короче, нужно задать топ-3 тупых вопроса. Это стандартная схема. Первая, это типа, почему ты судишь? Ну, типа, ты рад тому, что тебя позвали. Второе, это отношение к батлу, а третье, какие у тебя критерии? Ну, критерий тупой вопрос, я очень пойму, если ты на него не ответишь. Так что, давай, первая, как ты относишься, типа, к тому, что тебя позвали? Ну, я был рад, конечно, для меня. Было неожиданно немножечко синга. Ну, начали все угорать, типа, я выиграл сингу. Ну, да, мы тоже поугарали. Ну, на самом деле, это не так. Ты его не выигрывал? Не, я выиграл. Ну, типа, судите меня за этот вопрос. Ну, я рад, потому что это опыт, новый опыт. Тебя музыка не напрягает? Вот сегодня час сидел. Нормально? Да, я люблю. Малак узнает, но я танцую. Как ниндзя, короче. Ну, почти. Не в обиду, ниндзя, ниндзя. Окей, какое у тебя отношение к батлам? Ну, как ты это воспринимаешь, как в Битл? Чувак должен выходить, должен там, типа, вот, он должен выходить на батл, или это нормально, если чуваки просто выходят, чтобы показать свой стиль? Ну, как батл, как ты воспринимаешь как батл? Ну, раз на раз не приходится, я как-то четко к каким-то, к какой-то политике не пришел здесь. Мне нравится и так, я сам иногда выхожу на кофе, просто показать себя, либо я могу биться. То есть, все зависит от того, что я хочу. Ну, по сути, это батл, надо биться. Ну, так ты говоришь, что это батл, а что ты воспринимаешь под батл? Ну, каждую сезону... Майк бифа. Бифа. Ну, типа, что, ребята, контакт, типа, зрительные, вот, все эти дела. Можешь поподробнее, поподробнее расписать, потому что, ну, мало ли. Потому что у нас точно, ну, все танцуют электро, но все по-разному танцуют, типа, ну... Это нормально. Так я и говорю то же самое, ты говоришь, что судишь батл, типа, но что ты подразумеваешь под батл все-таки, конкретно нет. А так, соперник, соперник должен быть, потому что, иначе ты выходишь, показываешь, ну, я не знаю, шоу это выглядит. То есть, когда энергетика просто в радиусе метр отсутствует, а у человека в радиусе отсутствует, это, конечно, не батл. А если два чувака выходят, и у них нет энергетики? Они не прагнут отбор, что такое. Да, могут пройти отбор. Ну, смотря где. Ну, типа, если мало народу, которые реально хотят батлить. Ты на селекшене смотришь, кто на тебя, типа, давит, а кто не давит? Нет. Селекшен это шоу. Селекшен надо показать. Селекшен батл разное. Селекшен для меня это шоу. Ну, типа... То есть, если ты готов, у тебя есть время, тебе есть время показать, что ты как-то. Мне больше, на самом деле, на дат. Что-то мне нравится селекшену больше, чем батл. Ну, они кайфы же, как-то селекшен. Но это реально показатель. Ну, да, типа, каждый выходит и делит со своими силами. Да, ты можешь выйти, у тебя есть и полминуты. Но, конечно, скизание все равно не кайф. Ты же хочешь потенциал. Это селекшен. Просто в руках пограться и еще что-то. А вот именно с собой батл. Ну, не знаю. Я не особо не батл. А что ты больше любишь? Я не знаю. Ну, как ты думаешь, к чему должны стремиться ребят, кроме батлов? Коннекшен должен быть. Люди должны быть вместе с ними. Обмен, обмен, обмен. Обмен знаниями, обмен идеями. То есть, это подбитка. С друг друга мотивировать этих. То есть, не YouTube смотреть и как друг у чувака. То есть, а друг друга питать. Самое главное быть вместе. Потому что очень много, но не в городах. Была какая-то община, допустим. Или там не было, и об этом появилось. Сразу видят, в этом городе растет. А если что-то попадает, я знаю, на примере своего города. Я уехал, все, кухло стало. Меня это не радует, мои же ученики. Все рассосались к углам. Не, ну хотя я знаю команды, которые тоже вроде единой-единой, но они типа отухнут очень жестко. Тут больше зависит все-таки от многих факторов. Типа не просто, когда есть крю, а когда есть крю чуваков, которые делают что-то. Да. Нет, ну допустим. Рассказать им про эту питерскую команду. Давай, давай, давай. Я ссетился. Видос 812. Нет, просто допустим, команда, да, ты правильно говоришь. Есть, с которой идея, люди бегают вместе, какую-то идею. Ну, фарфор, ну, допустим. Это там совсем не более чем, если ты такой. Да, они входят в кухню, что-то, но, как-то, как-то, как-то. Я собираюсь в команду 812. Это состав или команда? Сама как команда. Это просто название. Как команда нет. Я бы назвал это составом. Допустим, вот есть те же самые Нес-4-Райсы, и я не получаю четкого ответа, это состав или команда. Ну, по мне лично, я не вижу, что это название, и то, что они вместе. Я даже не вижу, чтобы они часто вместе общались. Они как команда себе не позиционируют. Ну, им это что-то дает или нет? Им это что-то дает или нет в плане развития? Ну, тебе что-нибудь это дало? Сейчас. Просто я знаю, что много людей, которые просматривают. Они меня позвали, я с ними соседей обожаюсь, и я заспутился на этом видео. Но меня никак не написали, как типа 812 год. Мне просто вышка 20-ти, просто просто. Прикольно. С ними? Я на самом деле тоже... Я на самом деле тоже... Типа All-Star, знаете, в баскетболе есть команда всегда. Может быть. Так, все, ты звезда, короче. Так, по сути-то, я на одном банке, на одних мероприятиях, никогда тоже не писал себе команды, как никто. Потому что не регистрировался никогда, как я просто писал себя по отбору. Ну, ты же говоришь, что это дает крутое развитие команды. Почему ты не стремишься в команду попасть в какую-нибудь? Нет, у меня есть такая команда, так скажем, в которой я состою. По баппингу или это All-Styles команда? All-Styles. Плюс это разные города и страны. Но я не говорю о них, потому что я хочу. Я не вижу смысла, что я уже не могу. Прикольно. У меня в этом плане все просто. Мне, конечно, хочется попасть туда, в общем. Или в Кабу, или в Преамару. Ну, да, или в Сейбра. Просто было бы крутое. То есть, к сожалению, мы приходим к третьему вопросу. Какие критерии судейства? Или почему я не прошел отбор? Ну, типа, образно говоря. Почему не прошел отбор? Ну, я имею в виду, что это типичный вопрос после батла. Типа, а что я не прошел отбор? Ну, что за херня? Что ты меня свил? Типичный вопрос касательно время места и выхода. Конечно, я на этот вопрос тяжело ответить, почему не прошел. Много всяких вопросов. Ну, так поэтому спрашивайся, какие у тебя критерии судейства? Ну, вообще, если брать, допустим, когда я вайпинг судил, то... Ну, конечно, все сходится в хуру мероприятия. Какие... Какие цели у мероприятия, да? Ну, хуру и танцоров. Ну, ты можешь приводить какие-то примеры, допустим, если бы тебя позвали судить на респект, то ты бы взял одни, допустим. А если бы тебя позвали судить какого-нибудь джем, ну, типа небольшое мероприятие, то у тебя, значит, другие были бы критерии. Так ты же сказал, что это зависит от мероприятия. Зависит, я говорю, от того, что я скажу, в смысле. Именно от уровня танцоров, то есть, понятное дело, если уровень слабый, то я скажу, что бейсинг, больше базовый, то есть, понимание... А, то есть, ты имеешь в виду, что новичков и профи, ты делаешь... Ну, расскажи поподробнее, почему и так как вообще. А если брать по опыту, то... Нет, все-таки про электро больше, потому что слишком длинный разговор получится. Да, вот ты, допустим, успел видеть новичков, и как ты будешь судить электро, типа профаков, типа топов, ты видел видосы? Стиль, стиль, музыкальность, баттл. Знаешь, как бы образ... Что ты подразумеваешь под музыкальностью? Стиль это круто, это все понятно. Под батлом все понятно. Да, что ты подразумеваешь под музыкальностью? Как ты понимаешь музыку электро? Я понимаю. Чувак, для некоторых быть музыкой это быть вау-вау-та-та-та, а у других быть музыкой это кач. Так, вы? Нет, у нас не так. Я тебе говорю. Смотри, у вас хорошее... Вот, видишь, у вас есть, а ты задал вопрос, я тебе говорю. Смотри, если у тебя в электро типа есть... Обычно есть французские... По крайней мере, крест, куда едать. Ты не можешь реально определиться. Я в сихто время не снимал. Серьезно? Я не знаю, с какого момента, но... Ну, да. Забей. Ты обманул меня. Ты сказал, да, Ли? А рядом с тобой ведьма сидит, и она такая... Не, вообще, как бы завтра я буду, наверное, более особо. Я сейчас говорю... Слушай, давай, пожалуйста, вот буквально... Заново прогоним все. Короче... А может завтра? Ты же завтра будешь туда? Ну, да, но не будет такого момента. Я просто... В смысле? Я не... Не, ну, так в том-то и дело. Это, типа, вот мы просто состыковались, и я услышу, что ты говоришь, и начать задавать эти вопросы. Не люблю такую тему, типа... Вот, слушай, пошли поговорим на камеру, ты... Перевюшечка, да? Да. Ну, типа, если не хочешь говорить, то не хочешь, ты нормально. Потому что я понял, что будет интересно с тобой поговорить после баттлов. Совершенно. Ну, да. Ну, это будет разный. Ну, дальше... Вот, как бы я сейчас, и я услышу. Завтра после батта я буду по-другому говорить. Автопати. Автопати. Автопати, и он со стейджа, и... Начинаю вечеринку. А, да там будет, типа, крамп автопати, да? Да, да, да. Не, ну, это, типа, будет... Ну, там не будет электро. Ну, поэтому, типа, я не собираюсь туда идти. Да? Ну, я не знаю, может... А там и не будет крампа. В смысле, там не будет той музыки, которая мне нравится. Ну, там будет музыка, типа, хип-хоп, там, трэп, ариби. Ну, что больше? Ну, конечно, масса. Доброе утро. Ну, нас... Съех, да? Сверна. Давай. Снялась? Снял? Я заснял. Все, мы все поели, и пойдем снимать видео, да? Ты готов? А вы что собираетесь делать? А вот смотрите, какая девочка, они все танцуют электро, и вот... Типа, женские вида остатся. А не знаю, не знаю, а... Что это? На видео? Это за видео, что ли? Написано 21 человек, ну, все нормально. Селекшн проходим. Да какие должны быть 21? 21 электроденниса. У вас кого не обрывал? Подождите, у нас тут один папир. Ахахахахахах! Ахахаха... Прибыли. Электролик.